Дерево рухнуло на припаркованной автомобиле. Инцидент произошел в центральном районе Сочи на улице Пасечная. По счастливой случайности в этот момент рядом никто не проходил. Ущерб от утренней грозы теперь предстоит почитать владельцам машин. Дерево сильно их помяло. На еще одной сочинской улице до Кучаева ветки упали на электропровода. Погода ухудшилась на выходных. Так в субботу на побережье поднялся сильный ветер. Туристы покидали пляжи, чтобы не попасть под дождь, но не всем это удалось. Вот такие последствия дождя и народ вот так идет прячется от дождя. От сильного дождя пришлось прятаться птицам в станице Есенской. А это уже до гамы сильный ветер опрокинул яхту. Судно чуть было не унесло в море. В Новороссийске перевернулись несколько парусников. Пришлось вызывать спасателей. Не только по этому поводу. Люди заметили в море женщину, хотя купание было запрещено. Уже приступали к поискам, однако пишут в соцсетях. Спустя 3,5 часа она вышла на берег. Выяснилось, что это профессиональная плавчиха. Очевидцы назвали это чудом, как и туристы крупный град в горном кластере Сочи. В Красной Поляне он был размером с перепелиное яйцо. Ну а вечером на побережье все наблюдали еще одно природное явление. В небе над морем словно торжествовал Зевс. Не менее эпично смотрелась гроза в Анапе. Эти кадры уже прозвали прощание с летом или подготовка к бархатному сезону. Но сегодня большинство пляжей на побережье закрыты для купания. В Сочи на маяке желтый флаг. Туристы купаются, но в любой момент может пойти дождь. Небо затянуто, спасатели на готове. Неблагоприятный прогноз погоды действует и сейчас. Синоптики обещают сильные дожди, а над морем формирование смерчи во вторник и среду. Продолжение следует...